Что ни говори, а лето – время отдыха, и он бывает разным. Для кого-то это будут выходные, проведенные у телевизора за новым сериалом, а кто-то захочет попробовать себя в охоте. А может и не попробовать, а уже традиционно провести свой отдых именно так. Прежде всего, к этому нужно подготовиться, изучить разрешенные для охоты места и, конечно, узнать, какого зверя ловить сейчас можно. Ведь в зависимости от периода обновляется список особей, охота на которых строго запрещена. Сезонные ограничения формируются, исходя из физиологических особенностей животных, а, если быть точнее, с учетом периодов их размножения, чтобы особь смогла дать приплод и вырастить потомство. С 8 августа открылся сезон охоты на водоплавающую болотную дичь, которая продлится по 2 воскресенья декабря. В указанный период разрешена охота в светлое время суток, засады с подхода с использованием маломерных судов. При этом разрешено использовать лодки без двигателя, либо с неработающим двигателем, а также охотничьи собаки всех групп, за исключением гончих и борзых. С 1 сентября открывается охота на куропатку серую и на рябчика. А с 3 сентября открывается охота на гуся. Охотиться можно в специальных охотхозяйствах и вольерах. Именно там специалисты занимаются разведением особей. К слову, поохотиться в Гродницкой области любят и гости из других стран. Они приезжают к нам не из-за того, что там пришел, добыл и просто-напросто повесил. А охота довольно-таки интересная, она тяжелая. Потому что к трофейному животному, которое уже перспективное, опытное, тоже не так-то легко пойти. Надо даже брать пример прошлого года. У меня россиянин приезжал 6 раз, прежде чем добыть. Вообще хотя бы 2 зверя добыть. Если наш белорусский охотник заплатит за трофейного оленя среднего такого около 1000 белорусских рублей, то для того же россиянина или дочанина от 5000 вышел. Основными нарушениями в Гродницкой области при охоте является неверное заполнение охотничьих путевок, нарушение техники безопасности, либо отсутствие документов, подтверждающих законность нахождения на охотхозяйстве. За подобные нарушения грозит штраф от 20 до 50 базовых величин. Редактор субтитров А.Семкин